здравствуйте это вечер смотрите как он красиво освещается все-таки не могла держаться думаю еще на одно видео прям поближе его сниму покажу вам нам и очень немецкий для тех кто меня еще не знает меня зовут светлана я преподаю немецкий делюсь опытом жизни германии также и вы найдете меня в инстаграме есть ссылка под видео также на моем канале ссылка и еще либо вы в поиске зададите вот как здесь написано с х нижняя черточка дочь нижняя черточка лерны это с х светлана хар потому что хар гар на русском хар как волос на немецком поэтому хам и дочь немецкий лерны учить там вы найдете словарь а также упражнения из stories я постю упражнения вы можете проверить свои знания и выучить новые слова на ю тубе вы найдете short мотивационные видео а в плейлист да вы найдете уроки немецкого языка там где именно видео там где раздел комьюнити вы можете голосовать допустим или участвовать в вопросах которые очень интересны важные для меня и для вас также допустим опрос как лучше вести для вас урок или какие темы интересные вот в таком роде мы начинаем сегодня урок мы с вами же на четвертой теме склонение прилагательных если вы посмотрели предыдущие три возможно вы заметили если не заметили как что прилагательные склоняются после всего всех артиклей это определенного не определенного а еще вот отрицательного артикла и после притяжательных местоимений одинаково нужно только знать правила до сначала мы склоняем то что перед прилагательным допустим определенный не определенный притяжательное местоимение или отрицательный артикль сначала склоняем правильно его потом правильно склоняем прилагательное и дальше идёт имя существительное. Вот. Поэтому, те, кто не помнит, не знает, как склоняется отрицательный артикль, пожалуйста, вернитесь к моей этой теме и посмотрите ещё раз. И теперь подставляем прилагательное, точно так же, как и в остальных трёх уроках, и получаем результат. Я произношу, вы произносите за мной. Так мы тренируем произношение. Пожалуйста, вслух, не в голове. В голове это одно, вслух это совсем по-другому. Номинатив, поехали. Маскулином. Кайн, клайне, манн. Фэминенум. Кайне, клайне, фрау. Нойтрум. Кайн, клайне, кинд. Плюраль. Кайн, клайне, киндер. Поехали, алкозати. Кайнен, клайне, манн. Кайн, клайне, фрау. Кайн, клайне, кинд. Кайн, клайне, киндер. Произношу чётко. Немцы, если бы, как сказать, да, в... С немецким акцентом там... Могу ещё раз прочитать. Более так, с немецким акцентом. Но я считаю, что вначале лучше на этом не концентрировать особо внимание. Иначе вы не поймёте, как оно пишется. Так. То есть, если вы говорите со своим акцентом, да, не страшно. Если вы говорите правильно, вас все понимают. И неважно с каким акцентом. Вы должны просто правильно говорить. Что ещё я хотела сказать? В Германии 16 диалектов. Они тут иногда друг друга не понимают. В том плане, что эти диалекты очень отличаются. Они даже пишут немецкие слова по-другому. Ну, не заморачивайтесь. Если вы учите высокий немецкий, это hochteutsch, то вообще проблем нет. Акцент — это уже минимум проблем. Акцент можно вырабатывать со временем. Даже если вы его не выработаете, тоже ничего страшного. Ну, а кто за перфекционизм и хочет прям отточить свои знания, это уже сначала выучить всё, а потом оттачивать акцент. Это тоже можно. Но сначала надо знать, что ты оттачивать будешь. Вот. Да, типа, поехали. Кайнем кляйнен манн. Кайнер кляйнен фрау. Кайнем кляйнен кинд. Кайнем кляйнен киндерн. Генитив. Кайнес кляйнен маннес. Кайнер кляйнен фрау. Кайнес кляйнен киндес. Кайнер кляйнен киндер. А теперь немножко, пару слов «быстро» и с моментами, где говорят немцы, проглатывая последние буквы, да, либо изменяя их. Вот вам один из вариантов, который очень встречается часто. Я сейчас буду быстро, пытайтесь уловить на слух. Точно так же по номинативу, акузативу, дативу и так далее. Kein kleiner Mann, keine kleine Frau, kein kleiner Kind, keine kleinen Kinder, keinen kleinen Mann, keine kleinen Frau, keinem kleinen Kind, keinen kleinen Kindern, Keines kleinen Manns, keine kleine Frau, kleines kleinen Kindes, keine kleinen Kinder, вот. Это так, если бегло, да, проглатывают и, н, вот допустим, kleinen, они говорят kleinen, kleinen, проглатывают и. Или manes, 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 тоже иногда некоторые проглатывают. Или kindern, 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 тоже иногда вообще, как будто его нет. Kinder, 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 a, как будто a вместо er, a, kinder, kleina, вот, допустим, kleiner, они говорят a в конце вместо er, kleina. Кайна, кайна, хотя правильно, кайнер, кляйнер, да, и такое рулящее эр. Ладно, это действительно серьезно отдельный, очень сложный урок по акценту. Я в этом случае не заморачиваю, меня понимают, и это хорошо. Это, по-моему, самое вообще главное в общении, чтобы тебя понимали. И вот примеры, все те же самые, только с отрицательным артиклем. Кайны, кляйны, фрау, ист швангер. Ни одна маленькая женщина не беременна. Да, ну, такой вот пример, ну, чтобы вам было просто, ну, как бы, чтобы уже зашло, да. Я беру просто одни и те же прямо предложения, меняем, только подставляем правильный артикль или притяжательное местоимение, или берем, беру то же самое прилагательное, чтобы вам закрепить знания. Я не желаю поцеловать ни одну маленькую женщину, да. По-русски мы отрицаем, ставим перед желаю, слово нет. Ну, не, вернее, не. Я не желаю поцеловать ни одну маленькую женщину, да. Мы отрицаем и там, и там. Они просто в одном слове отрицают все предложения, да, отрицательным артиклем. Дальше. Я тут просто уже более логично сделала по-русски. Я не приношу маленьким детям интересную книгу. Видите, отличие. Если по логике, а не дословно, вот как вверху. Я не желаю поцеловать ни одну маленькую женщину. Тут более дословно, да, чтобы вы принцип поняли. А вот по-русски, если вы хотите вот так именно сказать, я не приношу маленьким детям интересную книгу, то вам нужно поставить просто отрицательные артиклы. Потом прилагательные, потом имя существительные. А по-русски мы отрицаем глагол. Я не приношу. Чувствуете разницу? Это, увы, перекручивание мозга, но это надо запомнить и сделать. Отрицание есть и в глаголах. Это отдельная тема. Разница между отрицанием существительное и отрицанием глагола. По-моему, я вам уже это в теме отрицательные... Отрицание в немецком языке. Есть такой урок. Я вам, по-моему, уже приводила разницу между ними. Кто не знает, не помнит, забыл, посмотрите еще раз урок. Следующее. Это одна красивая комната без маленьких детей. Я специально здесь по логике перевела, чтобы вы потом не удивлялись, почему вот так. А вот так. Что более логично, это звучит вот так по-русски. Если дословно, я прямо вам сейчас произнесу, как это будет. Это одна красивая или хорошая комната, никаких маленьких детей. Или ничьих маленьких... Да, никаких маленьких или нескольких маленьких детей. Да, черт-те что, можно так сказать, не звучит. Поэтому логичнее смысл этого предложения. Это одна красивая комната без маленьких детей. Надеюсь, вам понятно. Немецкий язык простой и легкий. Если вы принимаете эти правила, не возмущаетесь, не спорите с ними. Просто надо это выучить. Еще раз советую просмотреть урок «Отрицание в немецком языке». Чтобы вы не путались, когда мы отрицаем имя существительного, когда глагол. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, класс. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте колокольчик. Нажимайте на колокольчик. Получите опрещение о вышедших новых уроках. И хорошего вам дня. И до следующего урока.